Было холодное утро и, по сути, со стола еще не убирали. Да. Ничего. Ничего интересного. Десятки газетных объявлений и ничего. К сожалению, Отсон, и вы тоже. Да. В описании наших скромных подвигов вы уделяете внимание не столько громким и сенсационным процессом, сколько случаям незначительным. Но в этих, как вы говорите, незначительных случаях раскрывается возможность для вашего дедуктивного метода мышления. Мой дорогой, какое дело публики, великой, но лишенной наблюдательности публики до тончайших оттенков анализа и дедукции. И тем не менее я вас не виню, ибо дни великих дел сочтены. Преступник утратил предприимчивость и самобытность. Что же касается моей скромной практики, то я, похоже, превращаюсь в агента по розыску утерянных карандашей и наставника молодых леди из пансиона для благородных девиц. Вот, прочтите, сэр. С удовольствием. Позвольте. Так, письмо отправлено из Монтегу Плейс вчера вечером. Итак, дорогой мистер Холмс, мне очень хочется посоветоваться с вами по поводу предложения занять место гувернантки. Если разрешите, я зайду к вам завтра в половине одиннадцатого с уважением, Вайолетт Хантер. Вы знаете эту молодую леди? Нет. Ну, сейчас половина одиннадцатого. Да. А, вот. Я не сомневаюсь, это звонит она. Это дело может оказаться более интересным, нежели вы предполагаете. Вспомните случай с голубым карбункулом. Так может получиться и на этот раз. Ну что ж, будем надеяться. Мистер Холмс, к вам посетительница. Пусть войдет. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь, прошу вас. Благодарю. Ради бога, извините за беспокойство, мистер Холмс. Но со мной произошло нечто настолько необычное, что я решила просить у вас совета. У меня нет ни родителей, ни родственников, в котором я могла бы обратиться. Буду счастлив помочь вам, чем могу. Видите ли, в чем дело. В течение пяти лет я была гувернанткой в семье полковника Спенса Манроу. Но два месяца назад полковник получил назначение в Канаду и забрал с собой в Галифакс и детей. Я осталась без работы. В Вестэнде есть агентство по найму Вестэуэй. Его все знают. Вестэуэй, фамилия владельца этого агентства, в действительности же вершит все дела некая мисс Стоппер. Она сидит в кабинете, и женщины, которые ищут работу, ожидают в приемной. Их поочередно вызывают в кабинет, и она, заглядывая в грозбух, предлагает им те или иные вакансии. — Вас мисс Стоппер тоже пригласила в свой кабинет? — О, да, но когда я зашла туда, мисс Стоппер была не одна. Рядом с ней сидел толстый человек и сквозь очки внимательно разглядывал посетительниц. Стоило мне войти, как он подскочил на месте и обернулся к мисс Стоппер. — Подходит, мисс Стоппер, подходит. Лучше желать нельзя. Грандиозно. Вы ищите место? — Да, сэр. — Гувернантки? — Да, сэр. — А сколько вы хотите получать? — Полковник Монроу, у которого я служила, платил мне четыре фунта в месяц. — Ну и ну, разве можно предлагать столь ничтожную сумму леди, наделенной такой внешностью и такими достоинствами? — О, мои достоинства, сэр, могут оказаться менее привлекательными, нежели вы полагаете. Немного французский, немного немецкий, музыка, рисование. — Значит, и говорить не о чем. Кратко в двух словах вопрос вот в чем. Обладаете ли вы манерами настоящей леди? Если нет, то вы нам не подходите. Ибо речь идет о воспитании ребенка, который в один прекрасный день может сыграть значительную роль в истории Англии. Если да, то разве имеет джентльмен право предложить вам сумму, выраженную менее чем в трехзначной цифре? У меня, сударня, вы будете получать для начала сто. Сто фунтов в год. — Ну, мистер... — Джеффро Рукасл, к вашим услугам. — Мистер Рукасл, мне право надо подумать, спасибо. А где вы живете, сэр? — В Хемпшире, чудесная сельская местность. Имение называется Медные Буки. В пяти милях от Винчастера. Место прекрасное, моя дорогая леди. А дом восхитительный. Старинный загородный дом. — А мои обязанности, сэр? Хотелось бы знать, в чем они состоялись. — Один ребенок очаровательный. Маленький проказник. Ему только что исполнилось шесть лет. Ну, если бы вы видели, как он бьет комнатные туфли тараканов. Шлеп-шлеп-шлеп. Не успеешь глазом моргнуть. И трех как не бывало. — Значит, мои обязанности присматривать за ребенком? — Нет. Не только присматривать. Не только, моя дорогая юная леди. Нет. Вам придется также, я уверен, вы протестовать не будете, выполнять кое-какие поручения моей жены при условии. Разумеется, если эти поручения не будут унижать вашего достоинства. Немного неправильно. — Я буду рада оказаться вам полезным. — Вот именно. Например, речь пойдет о платье. Мы, знаете, люди чудаковаты. Но сердце у нас доброе. Если мы попросим вас надеть платье, которое мы дадим, вы ведь не будете возражать против нашей маленькой прихоти. — Нет. — Ну, превосходно, превосходно. Или вот, например, сесть там, где нам захочется. Это ведь не покажется вам обидным, а? — Да нет. — Не покажется. Ну, превосходно, превосходно. Ну, или, например, вот, скажем так, остричь волосы перед тем, как приехать к нам. — Мои волосы? — Да. — Но все считают их моим украшением. Нет, это невозможно. — Но это обязательное условие. Ну, это маленькая прихоть моей жены. А адамским капризом, как вам известно, сударыня, следует потакать, не правда ли? Значит, вам не угодно остричь волосы. — Нет, сэр, я не могу. — Ну, что ж, значит, вопрос решен. Жаль, жаль. Во всем остальном вы нам подходите. Жаль. Мисс Стоппер, в таком случае мне придется познакомиться с остальными молодыми леди. — Жаль, очень жаль. Ну, что ж, а вы хотите остаться в наших списках? — Если можно, мисс Стоппер. — Мне это представляется бесполезным, поскольку вы отказались от очень интересного предложения. Не будем же мы из кожи лезть вон, чтобы подобрать для вас такое место. Всего хорошего, мисс Хантер. Следующий. Вернувшись домой, я обнаружила, что в буфете у меня пусто, а на столе лишь новые счета. Я спросила себя, не поступила ли я неосмотрительно. Ну, что из того, что у этих людей есть какие-то причуды, и они хотят, чтобы исполнялись их неожиданные капризы. Они ведь готовы платить за это. А много ли в Англии гувернанток, получающих сотню в год? Кроме того, какой прок от моих волос, некоторым даже идет, короткая стрижка, может быть, пойдет и мне. На следующий день я подумала, что совершила ошибку. И я уже собиралась пойти снова в агентство, чтобы узнать, не занято ли еще это место, как вдруг получаю письмо от этого самого джентльмена. — Это письмо с вами? — Да! Вот оно, мистер Холмс. — Интересно. — Пожалуйста. — Медные буки близ Винчестера. Дорогая мисс Хантер, мисс Стоппер любезно согласилась дать мне ваш адрес, и я пишу вам из дома, желая осведомиться, не переменили ли вы свое решение. Моя жена очень хочет, чтобы вы приехали к нам. Я описал ей вас, и вы ей страшно понравились. Мы готовы платить вам 10 фунтов в месяц, то есть 120 в год, в качестве компенсации за те неудобства, которые могут причинить вам наши требования, вернее, требования моей жены. Волосы вы должны острить. Обязанности в отношении ребенка весьма несложны. Пожалуйста, приезжайте. Я встречу вас в Винчестере. Сообщите, каким поездом вы прибудете. Искренне ваш Джеффро Рукаса. Вот такое письмо я получила, мистер Холмс. Я твердо решила принять предложение. Да, однако, прежде чем сделать окончательный шаг, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Ну что ж, мисс Хантер, когда вы решились, значит, дело сделано. А вы не советуете? Признаюсь, место это не из тех, что я пожелал бы для своей сестры. А что все-таки под этим кроется, мистер Холмс? Не знаю. Может, у вас есть какие-либо соображения? Ну, я думаю, что мистер Рукасл мягкосердечный человек, а его жена, ну, наверное, она немного сумасшедшая. Вот он и старается держать это в тайне, опасаясь, как бы ее не забрали в дом для умалишенных. И потворствует ее причудом, чтобы с ней не случился припадок. Может быть, может быть. На сегодняшний день это самое вероятное предположение. Тем не менее, место это вовсе не для молодой леди. Но деньги! Мистер Холмс, деньги! Да, конечно, жалование хорошее. Даже слишком хорошее. Вот это меня и тревожит. Почему они дают 120 фунтов, когда легко найти человека и за 40? Значит, есть какая-то причина. Вот. Я и подумала, что если я расскажу вам все обстоятельства, вы позволите мне в случае необходимости обратиться к вам за помощью. Ну, я буду чувствовать себя спокойнее, если буду знать, что у меня есть заступник. Можете на меня рассчитывать. Уверяю вас, ваша маленькая проблема обещает оказаться наиболее интересной за последние месяцы. В деталях определенно есть нечто оригинальное. Если у вас появятся какие-либо подозрения или возникнет опасность... Боже мой, какая опасность? Если бы опасность можно было предвидеть, то ее не нужно было бы страшиться. Во всяком случае, я в любое время приду к вам на помощь. Спасибо, мистер Холмс. Спасибо. Да, вечером я остригу свои бедные волосы, а завтра отправлюсь в Винчестер. Еще раз благодарю вас. Всего доброго, сэр. До свидания. До свидания, мисс Хантер. Счастливо вам. Ушла. Знаете, Холмс, мисс Хантер производит впечатление человека, умеющего за себя постоять. Ей придется это сделать. Не сомневаюсь, что через несколько дней мы получим от нее известие. Предсказание моего друга как всегда сбылось. Прошло три дня, и вот... мистер Холмс, мистер Холмс, вам телеграмма. Телеграмма? Давайте, давайте ее сюда. Прошу быть в гостинице Черный Лебедь в Винчестере завтра в полдень. Приезжайте. Не знаю, что делать. Хантер. Поедете со мной, Уотсон. С удовольствием, Холмс. Тогда посмотрите расписание. Завтра утром выезжаем. С удовольствием, Холмс. ISE В 11 утра на следующий день мы уже были на пути к древней столице Англии. Он всю дорогу не отрывался от газет, но после того, как мы переехали к границу Хемпшира, он отбросил их, принявшись смотреть в окно. Стоял прекрасный весенний день, солнце светило ярко, и в воздухе царили веселье и бодрость. На протяжении всего пути среди яркой весенней листвы проглядывали красные и серые крыши фермы. Да чего красиво, Холмс! Как приятно вырваться из тумана в Беккерстрит. Знаете, отец, беда моя в том, что я воспринимаю окружающее очень субъективно. Вот вы смотрите на эти дома и восхищаетесь их красотой. А я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединены и как безнаказанно здесь можно совершить преступление. Впрочем, вот и купол собора, скоро Винчестер. И мы узнаем, что же хочет сообщить нам мисс Хантер. Чёрный лебедь оказался уважаемой в городе гостиницей на Хай-стрит, совсем близко от станции. Там мы и нашли молодую женщину. О, мистер Холмс, мистер Уотсон, как я рада, как я рада видеть вас. Давайте посидим здесь, в холле. Мне страшно нужен ваш совет. Здравствуйте, здравствуйте, мисс Хантер. Ну что же, устроимся здесь, у окна. На, садитесь. Благодарю. Расскажите, расскажите, что же случилось. Сейчас расскажу. Я должна спешить, потому что обещала мистеру Рукаслу вернуться к трем. Он разрешил мне съездить в город утром, хотя он, конечно, не знает, зачем. Рассказывайте, мисс Хантер, всё по порядку. Прежде всего, должна сказать, что мистер и мисс Рукасл встретили меня приветливо. Ради справедливости я должна это сказать. Но понять их я не могу. И это пугает меня. Что именно тревожит вас? Их поведение. Однако, всё по порядку. Когда я приехала, мистер Рукасл встретил меня на станции и повёз в имение Медные Буки. Дом, как он говорил, чудесно расположен, но вовсе не отличается красотой. Большой дом, весь в пятнах от дождя и сырости. С трёх сторон его окружает лес, а с фасада лук, который спускается к дороге. Участок перед домом принадлежит мистеру Рукаслу, а леса вокруг – собственность лорда Саутертона. Мистер Рукасл встретил меня на станции и в тот же вечер познакомился со своей женой и сыном. Наша с вами догадка, мистер Холмс, оказалась неверной. Мисс Рукасл не сумасшедшая. Она молчаливая и бледная женщина, намного моложе своего мужа, на вид ей не больше тридцати. Из разговоров я поняла, что они женаты лет семь, что он остался вдовцом, а от первой жены у него одна дочь. Та самая, которая в Филадельфии. Мистер Рукасл по секрету сообщил мне, что уехала она из-за того, что испытывала какую-то непонятную антипатию к мачехе. Вам что-нибудь показалось странным в поведении миссис Рукаслу? Нет, не знаю. Но, кажется, у этой женщины есть какая-то тайна. Так, так, так. Не раз я заставала её в слезах. Порой мне кажется, что причиной этому ребёнок. Ибо мне ещё ни разу не доводилось видеть такое испорченное и злобное маленькое существо. Причинять боль любому слабому созданию – вот единственное его развлечение. Но о нём незачем распространяться, мистер Холмс. Он не имеет отношения к нашей истории. Мне нужны все подробности. Представляются они вам, относящимися к делу или нет? Хорошо. Я постараюсь ничего не пропустить. Что мне сразу не понравилось в этом доме, так это внешность и поведение слуг. Их двое – муж и жена. Толлер, так зовут слугу, грубый, неотёсанный человек. От него постоянно несёт спиртным. Жена Толлера – высокая, сильная женщина с сердитым лицом. Удивительно неприятная пара. Первые два дня после моего приезда в Медной Буке всё шло спокойно. На третий день, сразу после завтрака, произошло вот что. Мы очень обязаны вам, мисс Хантер, за снисходительность к нашим котельницам. Это ужасно, правда. Вы ведь даже остригли волосы. Правда, это ничуть не испортило вашу внешность. А теперь посмотрим, как вам идёт цвет электрика. У себя на кровати вы найдёте платье, и мы будем очень благодарны вам, если вы согласитесь его надеть. Платье, которое лежало у меня в комнате, было весьма своеобразного оттенка, синего цвета. Шито было из хорошей шерсти, но сразу заметно – уже ношеное. Когда я вошла, мистер и мисс Рукасл выразили восхищение. Мисс Хантер, это просто изумительно, просто изумительно. Платье вам очень найдёт. Правда, дорогая? Да, прекрасный цвет. Ну, и цвет, и фасон, как будто его сшили специально для вас, мисс Хантер. А теперь позвольте попросить вас сесть здесь, у окна. А здесь? Да. Нет, 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 нет. Садитесь на этот стул. Вот так, да. Пожалуйста. Нет, нет, но спиной к этому окну. Вот так, ещё поближе. Вот, да, да. Благодарю вас. А теперь я вам расскажу кое-что. Это произошло в Лондоне в 1900. Мистер Рукасл. Вы представить себе не можете, как Камич Ной рассказывала, я хохотала до изнеможения. Миссис Рукасл, чувство юмора, очевидно, было чуждо. Она так ни разу и не улыбнулась. А теперь, мисс Хантер, вечер в воспоминании закончен. Прошу вас приступить к повседневным обязанностям. Можете переодеться и отправляйтесь в детскую к маленькому Эдуарду. Вы слушаете радиоспектакль «Медные буки» по рассказу Артура Конондойля. Два дня спустя, при совершенно таких же обстоятельствах, вся эта сцена повторилась. Снова я должна была переодеться, сесть у окна и хохотать над теми забавными историями, несчислимым запасом которых обладал мой хозяин. Затем он дал мне какой-то роман в желтой обложке и попросил почитать его вслух. Я читала минут десять, а потом он вдруг перебил меня, не дав закончить фразы, и велел пойти переодеться. Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, как меня удивил этот спектакль. Я заметила, что они настойчиво усаживали меня так, чтобы я оказалась спиной к окну. И мне пришла в голову счастливая мысль. У меня был осколок ручного зеркальца, я спрятала его в носовой платок. В следующий раз, в самый разгар веселья, я приложила носовой платок к глазам и, чуть-чуть приспособившись, сумела рассмотреть все, что происходило у меня за спиной, следовательно, за окном. Присмотревшись, я заметила на дороге невысокого бородатого человека в сером костюме. Он смотрел в нашу сторону. Э, мисс Хантер, что с вами? У вас насморк или у вас внезапно заболели глаза? Зачем вам этот платок? А, я, кажется, поняла. Дорогой, на дороге стоит какой-то мужчина и самым непозволительным образом разглядывает мисс Хантер. Может быть, это ваш знакомый, мисс Хантер? Нет, я никого здесь не знаю, сэр. Подумайте, какая наглость. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему, чтобы он ушел. А Анне лучше ли просто не обращать внимания? Нет, нет. Не то он все время будет здесь слоняться. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему. Я сделала, как меня просили. И в ту же секунду миссис Рукасл опустила занавеску. Это произошло неделю назад. С тех пор я больше не сидела у окна, не надевала синего платья и человека на дороге тоже не видела. Все это очень интересно. Прошу вас, продолжайте. Боюсь, мой рассказ довольно бессвязен. Не знаю, много ли общего между всеми этими событиями. Да, так вот, в первый же день моего приезда в Медные Буки мистер Рукасл подвел меня к маленькому флигелю позади дома. Когда мы приблизились, я услышала звяканье цепи. Внутри находилось какое-то большое животное. Загляните-ка сюда, мисс Ханта. Сюда? Да, да, вот в эту щель между досками. Вот видите, вот. Ну, разве не красавица? Боже мой! Какое чудовище! Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, это мой док, Карл. Да, я называю его моим, но в действительности только старик Толлер осмеливается подойти к нему, чтобы спустить цепи на ночь. И да поможет Бог тому, в кого он вонзит свои клыки. Ни под каким видом не переступайте порога дома ночью, ибо тогда вам суждено распроститься с жизнью. предупредил он меня не зря. На третью ночь я случайно выглянула из окна спальни примерно часа в два. Стояла прекрасная лунная ночь, и лужайка перед домом вся сверкала серебром. Я стояла, захваченная мирной красотой пейзажа, как вдруг заметила, что в тени буков кто-то движется. Стоинственное существо вышло на лужайку, и я увидела огромного величиной стелёнка дога, рыжевато-коричневой масти. Он медленно пересёк лужайку и исчез в темноте на противоположной стороне. Днём они собаку не спускают с цепи? О, нет, нет, к счастью. Понятно, понятно. Вы всё рассказали? Почти. Хотя есть два происшествия, о которых необходимо рассказать. Вы знаете, что я стригла волосы ещё до отъезда из Лондона, и отрезанную косу я спрятала на дно чемодана. Однажды вечером, уложив мальчика спать, я принялась раскладывать свои вещи. В комнате стоит старый комод. Два пустых верхних ящика, его открытые, а нижний заперт. Я положила своё бельё в верхний ящик, и места не хватило, и я решила открыть нижний ящик. Достала ключи, подошёл первый же ключ, ящик открылся, и там лежала только одна вещь. Коса, похожая на мою. Я раскрыла свой чемодан, нашла свою косу и положила их рядом. Уверяю вас, мистер Холмс, они были совершенно одинаковыми. Я, конечно, ничего не сказала, мисс Рокасова. Вы мне нравитесь, мисс Хантер. Вы наблюдательны, и вам не откажешь в смелости и решительности. Но похоже, что на этом ваши приключения в таинственном имении Медной Буки не закончились. Конечно, нет, мистер Холмс. Видите ли, одно крыло дома, явно нежилое. Дверь, которая ведёт туда, находится напротив комнаты слуг, читы Толлеров, о которой я уже говорила. Так вот, однажды я увидела, как оттуда с ключами выходил мистер Рукасл. Мисс Хантер, что вы здесь делаете? Не слишком ли вы любопытный? Почему вы здесь? Я, мистер Рукасл, простите, я... Ничего, ладно, ладно, ладно. Ладно, мисс Хантер, ладно. Вам незачем ходить сюда. Здесь, в этом крыле дома, никто не живёт. Ну, вы не бойтесь. Ну, я погорячился. Сэр, я не обиделась. Просто гуляя с маленьким Эдуардом, я обратила внимание на четыре окна на втором этаже. Это очень грязные окна, и одно из них было даже загорожено ставнями. Мне показалось это странным. Мисс Хантер, я убедительно прошу вас заниматься своим прямым делом, а не разгуливать по усадьбе и что-то вынюхивать. Простите, простите. Я увлекаюсь фотографией и устроил там тёмную комнату. А сейчас пойдёмте вниз. Пойдёмте вниз. Пора обедать. Так вот, мистер Холмс, как только я поняла, что от меня что-то скрывают, я загорелась желанием проникнуть в эти комнаты. Я настойчиво искала возможность попасть за запретную дверь. Возможность эта представилась только вчера. Должна сказать вам, что кроме дней мистера Рукасла в пустые комнаты зачем-то входили Толлер и его жена. Последние дни сам Толлер много пил и вчера вечером был совсем пьян. Видно, он забыл ключ в замке. Тихо повернув ключ, я отворила дверь и проскользнула внутрь. Передо мной был небольшой коридор с голыми стенами. В конце коридора за углом шли подряд три двери. Первые и третьи были отворены и вели в пустые комнаты, запыленные и мрачные. Средняя дверь была закрыта и заложена снаружи широкой перекладиной от железной кровати. Эта забаррикадированная дверь вполне соответствовала закрытым уставнями окну. Но по свету, что пробивался из-под нее, я поняла, что в комнате не совсем темно. По-видимому, свет проникал туда из люка, ведущего на чердак. Я стояла в коридоре, глядя на страшную дверь, и вдруг услышала внутри шаги и увидела, как на узкую полосу тусклого света, проникавшего из-под двери, надвигалась какая-то тень. Нервы мои не выдержали. Я повернулась и бросилась бежать. А ну, постойте. Да не пугайтесь. Ну, не пугайтесь же. Это я. Это я, мистер Рукасл. Ну, перестаньте дрожать. Ну, 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 посмотрите на меня. Ну, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Значит, это были вы. Я так и подумал, когда увидел, что дверь открыта. Ох, я... Как я перепугалась. А что же вас так напугало, моя дорогая? По глупости я опять забрела в нежилое крыло. Так. Там так пусто и такой мрак, что я испугалась и убежала. Так. Ох, как это страшно. И это всё? Что ещё? Как вы думаете, почему я запер эту дверь? Откуда же мне знать? Чтобы посторонние не совали туда свой нос. Понятно? Уверяю вас, это вышло случайно. Я уже это слышал. И если вы хоть раз снова переступите этот порог, я отдам вас на растерзание моему псу. Да? Да. Вот тогда я решила послать вам телеграмму, мистер Холмс. Я тут же надела пальто и шляпу и сходила на почту, что в полумиле от нас. А сегодня утром я без труда получила разрешение съездить в Винчестер. Правда, мне нужно вернуться к трём часам, так как мистер и миссис Рукасл едут кому-то в гости, поэтому я весь вечер должна быть с ребёнком. Скажите, а слуга Толлер случайно не был утром пьян? Да. Его жена утром говорила миссис Рукасл, что ничего не может с ним сделать. Хорошо. Так вы говорите, что хозяев нынче весь вечер не будет дома? Да. В доме есть какой-нибудь погреб, который закрывается на хороший крепкий замок? Да, винный погреб. Мисс Хантер, вы вели себя очень отважно, и разумно. Сумеете ли вы совершить ещё один смелый поступок? Я не обратился бы к вам с подобной просьбой, если бы не считал вас женщиной незаурядной. О, сэр, попробую. А что я должна сделать? Мы, мой друг и я, приедем в Медные Буки в семь часов. К этому времени Рукаслы уедут, а Толлер, надеюсь, не проспится. Останется миссис Толлер. Если вы сумеете под каким-нибудь предлогом послать её в погреб, а потом запереть её там, вы значительно облегчите нашу задачу. Хорошо, сэр. Я это сделаю. Прекрасно. Тогда нам удастся поподробнее расследовать эту историю, у которой только одно объяснение. Вас пригласили туда сыграть роль некой молодой особой, которую они заточили в комнате наверху. тут нет никаких сомнений. Это дочь мистера Рукасла. Ну, та Алиса. Конечно. Конечно, Алиса, которая, если я не запамятовал, уехала в Америку. Выбор пал на вас. Вы похожи на неё ростом, фигурой и цветом волос. Во время болезни ей, наверное, остригли волосы, поэтому пришлось принести в жертву и вашей. Вы случайно нашли её косу. Человек на дороге это её друг или жених, а так как вы похожи на неё, на вас было её платье, то, видя, что вы смеётесь и даже машете, чтобы он ушёл, молодой человек решил, что мисс Рукасл счастлива и более в нём не нуждается. Собаку спускали по ночам для того, чтобы помешать его попыткам увидеться с Алисой. Всё это совершенно ясно. Самое существенное в этом доме это ребёнок. Он-то какое отношение имеет ко всей этой истории? Мой друг Уатсон, вы врач и должны знать, что поступки ребёнка можно понять, изучив нрав его родителей. И наоборот, я часто определял характер родителей, изучив в нрав их детей. Этот ребёнок, по словам мисс Хантер, очень жесток. Да, сэр. Унаследовал ли он это качество от своего улыбчивого отца или от матери? Эта черта одинаково опасна для той бедной девушки, что находится в их власти. Вы совершенно правы, мистер Холмс. Мне приходят на память да, да, тысячи мелочей, которые свидетельствуют о том, как вы правы. О, давайте, давайте не будем терять времени и поможем этой бедняжке. Но надо быть осторожным, потому что мы имеем дело с очень хитрым человеком. До вечера мы ничего не можем предпринять. Всем мы будем у вас и сумеем разгадать эту тайну. Мы сдержали слово и ровно всем, оставив нашу двуколку у придорожного трактира, явились в медной буке. Даже если бы мисс Хантер и не ждала нас на пороге, мы все равно узнали бы дом, увидев деревья с темными листьями, сверкающими, как начищенная медь, в лучах заходящего солнца. Ну как, мисс Хантер, удалось вам сделать то, о чем я просил? Конечно, конечно, слышите? Слышите, мистер Холмс, это мисс Толлер в погребе, а ее муж, ее муж храпит в кухне на полу. Вот ключи, кажется, такие же, как у мистера Ругасла. Умница, теперь ведите нас, через несколько минут преступление будет раскрыто. Мы поднялись по лестнице, отперли дверь, прошли по коридору и очутились перед дверью, о которой рассказывала нам мисс Хантер. Холмс перерезал веревку и снял перекладину. Затем он хотел отпереть дверь, но ни один ключ не подходил к замку. Изнутри не доносилось ни звука. Надеюсь, мы не опоздали. Мне кажется, мисс Хантер, нам лучше войти туда без вас. Ну-ка, Утсон, нажмите на дверь плечом. Хорошо. Не удастся ли нам открыть ее силой? Старая обшарпанная дверь уступила нашим объединенным усилиям и мы ворвались в комнату. Она была пуста. В ней не было ничего, кроме маленькой жесткой постели, стола и корзины с бельем. Люк на чердак был распахнут, пленница исчезла. Здесь что-то произошло. Этот красавчик мистер Рукасл очевидно догадался о наших намерениях и о намерениях мисс Хантер и уволок свою жертву. Но каким образом? Посмотрите наверх, видите? Да. Через люк. сейчас проверим, как он это сделал. Сейчас я влезу на этот стол. Вот так. Правильно. Вот и обрывок веревочной лестницы привязан к карнизу. Но это невозможно. Когда Рукасл уезжали, никакой лестницы не было. Он вернулся и проделал все, что надо. Говорю вам, это умный и опасный человек. Я не удивлюсь, если услышу сейчас на лестнице его шаги. Отсон, вам лучше приготовить свой пистолет. Это он! Слышите? Это он! Мистер Рукасл к стене! Добрый вечер. Мы поджидали вас. Куда вы дели свою дочь? Это я у вас должен спросить. Воры, шпионы и воры, я поймал вас. Вы в моей власти. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Держите его. Ну, что же вы стоите? Он пошел со собакой. Надо закрыть парадную дверь. Бежим! спустились, как раздался собачий лай, а затем ужасный вопль, сопровождаемый жутким рычанием. Из соседней двери спотыкаясь, выскочил пожилой мужчина с красным лицом и дрожащими руками. Кто вы такие? Впрочем, это сейчас не важно. Боже мой, кто-то спустил собаку. Ее не кормили целых два дня. Быстрее, не то будет поздно. Слышите? Мы с Холмсом выбежали из дома и вслед за Толлером завернули за угол. Огромный зверь терзал рукасла. Подбежав к собаке, я выстрелил. Она упала. С большим трудом мы оторвали ее от рукасла и понесли его еще живого, но жестоко искалеченного в дом. Так, осторожно. Осторожно, не уроните его. Ну, помогите животцу. Вот так. Кладите его вот сюда, на этот диван. Я пойду за женой. Она что-нибудь придумает. Хорошо, хорошо, идите, Толя. Давайте я принесу воды. Надо же перевязать рану. Врач, мисс Хантер, вы сейчас поможете мне. Да, да, да. Разрешите войти. Миссис Толлер? Да, мисс, это я. Мистер Рукасл отпер погреб, когда вернулся, а потом уже пошел наверх к вам. Как жаль, мисс, что вы не рассказали мне о своих намерениях. Я бы убедила вас, что вы стараетесь напрасно. Так, значит, вам, миссис Толлер, известно об этом деле больше, чем кому-либо другому. Да, сэр, я готова все рассказать. Тогда, пожалуйста, садитесь. Садитесь, а мы послушаем некоторые детали, которые, признаюсь, я еще не совсем уяснил. Постараюсь прояснить их. Я бы сделала это и раньше, если бы сумела выбраться из погреба. Коли вмешается полиция, прошу вас помнить, что я была на вашей стороне и помогла мисс Алисе. У мисс Алисы не было счастья с тех пор, как ее отец женился вторично. На нее не обращали внимания, с ней не считались, но совсем плохо стало, когда она познакомилась с молодым мистером Фаулером. Насколько мне известно, у мисс Алисы по завещанию были собственные деньги, но уж такой робкой и терпеливой она была, что и словом не заикалась про них и просто передала все в руки мистера Рокасла. Но перспектива замужества, когда супруг может потребовать все, что принадлежит ему по закону, заставила мистера Рокасла призадуматься и решить, что пора действовать. Он хотел, чтобы она подписала бумагу о том, что он имеет право распоряжаться деньгами, независимо от того, выйдет она замуж или нет. А что же она? Что, Алиса? Она отказалась это сделать, но он не отставал до тех пор, пока она не заболела и шесть недель находилась между жизнью и смертью. Потом она поправилась, но стала как тень, а ее прекрасные волосы пришлось остричь. Правда, молодого человека это ничуть не смутило, он по-прежнему любил ее. Ваш рассказ прояснил дело. Значит, мистер Рокасл применил систему, так сказать, насильственной изоляции. Да, сэр. И привез мисс Хантер из Лондона, чтобы избавиться от настойчивости мистера Фаулера. Именно так, сэр. Но мистер Фаулер, будучи человеком упрямым, как и подобает настоящему влюбленному, осадил дом и, встретившись с вами, сумел звоном монеты и другими способами убедить вас, что у вас с ним общий интерес. Мистер Фаулер умеет уговаривать. Человек он щедрый. Ему удалось сделать так, что ваш почтенный супруг не испытывал недостатка в спиртном и чтобы на тот случай, когда ваш хозяин уедет из дома, лестница была на готове. Именно так, сэр, все и произошло. Примного вам обязан, миссис Толлер, за то, что вы разъяснили нам кое-какие непонятные вещи. О, Джафра! Я так и знала. Я так и знала. Господи! Успокойтесь. Успокойтесь, миссис Рукаса. Я сейчас посмотрю его. Да, действительно. Хозяйка, а с ней врач. Мне думается, отца нам следует удалиться и взять мисс Хантер с собой, так как наше присутствие здесь лишнее. Так была раскрыта тайна страшного дома с медными буками у парадного крыльца. Мистер Рукасала остался жив, но превратился в инвалида, и существование его теперь целиком зависит от забот преданной жены. Они по-прежнему живут вместе со своими старыми слугами, которым, наверное, так много известно из прошлой жизни мистера Рукасла, что у него нет сил с ними расстаться. Мистер Фаулер и Алиса Рукасл обвенчались на следующий же день после побега. Что же касается мисс Вайолет Хантер, то мой друг Холмс к крайнему моему неудовольствию больше не проявил к ней никакого интереса, поскольку она перестала быть центром занимающей его проблемы, и сейчас она трудится на посту директора частной школы, делая это, не сомневаюсь, весьма успешно.